Привет, друзья! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня нас в кадре двое, потому что этим видео мы начинаем небольшую серию рассказов про систему от LEGO Foundation, которая называется Six Bricks. Шесть кубиков. Одновременно получилось. На самом деле, вы можете в переводе встретить шесть кирпичиков и другие названия. Главное, запомните, что, собственно, шесть кирпичиков разного цвета. И о чем эта система, давайте вкратце вам расскажу. Вы давно знаете, что LEGO это классный институт по написанию методик. Лучшие методики по обучению детей, которые сопровождали бы продукты, которые выпускают, я еще не встречал. Это LEGO. Как бы мы к ним не относились. Важно заметить один интересный момент, что вы, наверное, не знаете, но у LEGO есть продукт, который называется LEGO Serious Play, в котором бизнес-задачи решаются через руки. Там даже есть такое выражение «думать руками». История в чем? Что взрослые дядьки с помощью маленьких кубиков начинают строить задачки. И, собственно, один важный директор в процессе конструирования показывает свою идею, как бизнес-процесс должен работать. Второй наблюдает за всем и говорит, слушай, а ведь я представлял совсем по-другому. То есть вот они визуально друг друга построили. Потому что слова вербально, видимо, они уже не воспринимают. Вообще, в идеале, чтобы строили оба, а потом друг другу продемонстрировали. И оказалось, что они видят это несколько по-разному. Надо, чтобы не было той истории, когда «да-да, я так и думал, так все и работает, что мы тут сидим, пошли там свай заколачивать». Собственно, или деньги зарабатывать. Мне так больше нравится. Поэтому спускаемся обратно до наших маленьких деточек. И, собственно, LEGO объединило все методики, которые у них были. Помните, а вы, наверное, тоже и не помните, что были такие пакетики маленькие, в которых хранились наборы. Назывались они «Спина к спине». И там давалось 6 заданий. Потом были другие наборы, которые знакомили начальную школу с кубиками LEGO. И дальше уже мы подключали всю систему. В коробке было 28 пакетиков. И там тоже были методики. Мы строили линейки, змейки и прочую историю. Это показывало педагогам, как можно с детьми с помощью манипулятивных инструментов делать классные занятия. Ведь когда дети строят, а я вам напомню, между прочим, и Евгений не даст соврать, что у детей основной вид деятельности – это игровой. Чего вы думаете, они смеются? Знаете, сколько я эти фразы учил? Итак, друзья, давайте перейдем от слов к делу. И, собственно, Евгения, она у нас не только красивая, а еще и умная, сейчас покажет и расскажет на практике те примеры занятий с шести кубиками, которые, собственно, мотивируют большое количество педагогов вливаться в эту систему. И, собственно, давайте перейдем от слов к делу. Евгения. Приходим, да? Ну, во-первых, хотела бы сказать, что шесть кубиков, вот даже сейчас я пока Александра вещал, я не могу мимо пройти, мне прям хочется их трогать. В чем вот смысл, да, как вот Александр говорил, манипулятивная деятельность? Детям всегда нужно, чтобы решать какие-то вопросы, что-то крутить, вертеть в руках. Тогда это все проходит весело, легко, интересно. И, соответственно, именно на этом и построена вот эта система, да, когда детям предлагается что-то. Что-то в данном случае это шесть кубиков, с которыми можно вытворять все, что захочешь. Что происходит в процессе, да, такой игры? Дети развивают, то есть им ставят задачу, они учатся решать задачи, они учатся решать задачи в группах, соответственно, они учатся коммуницировать, общаться, они учатся сотрудничать, работать в команде. Все эти навыки вам наверняка знакомы и на слуху, потому что это очень важные навыки в наше время, в наш век. Когда нас могут всех заменить роботы, да, нам всегда нужны вот эти, как бы, гибкие, да, гибкие навыки, которые в этой игре также развиваются. Развивать мы их можем не выйдя на работу, да, уже как бы достигнув определенного возраста, а с самого детства, то есть начиная с дошкольников. И, соответственно, перейдем непосредственно к тому, чем занимаются с детьми педагоги. Как всегда, работа с детьми строится от простого к сложному. Изначально детям просто предлагается вот шесть кубиков, которые перед ними расположены, и все начинается с вопросов. То есть можно задать вопрос, что ты можешь сделать с этими шестью кубиками. Вот такая постановка простой задачи, казалось бы, да, простой, на которую можно придумать массу вариантов ответов, что делают дети, потому что их фантазия безгранична. И в этой вот простой и, можно сказать, свободной игре они учатся манипулировать этими кубиками, они знакомятся с формой, они знакомятся с цветом, они пробуют держать это в руках. То есть, чтобы что-то более сложное делать с кубиками, им нужно изначально привыкнуть к этому материалу. Вот в такой постановке задачи это очень легко сделать. Вот я сейчас Александра попрошу, а он уже и сделал. Вот, собственно. Та-дам! Что же это такое, Александр? Меня просить не надо. Это космический корабль у меня такой вот тут у нас, это модуль питания. Знали ли вы, что из шести кубиков можно построить целый космический корабль? А вот Александр знал. Голь на выдумке, как говорят, хитра. Я думаю, что дети дошкольного возраста тоже предложат вам массу интересных вариантов. В дальнейшем можно разложить, например, между детьми, поставить детям задачу, закрыть глаза и перемешать кубики. Ну, давай, Александр, я на тебе тогда буду показывать. Давай. Закрой глаза. Закрыл. Кубики-то поставь перед собой. А вот они у меня лежат. Ну вот, перемешай. Перемешай и вытащи любой кубик, который тебе больше всего понравился. Открывай глаза. Какого цвета кубик? Голубой кубик. Голубой кубик. Кирпичик. Вот. То есть он знает уже, что это кубик, что он голубого цвета. Какие кубики перед тобой похожи на этот кубик по цвету? Синий. Близкие. Близкие. Хорошо. А какие кубики синий и голубой, это тёплый или холодный цвет? Холодный. А какие кубики здесь ещё холодного цвета есть? Зелёный. А какие тёплого? Красный. Ещё? Оранжевый, жёлтый. Вот так. Да. То есть элементарные такие вроде бы действия, но при этом мы закрепляем тему цвета, мы закрепляем тему того, какого спектра, да, этот цвет холодный, тёплый. Ну, то есть массу всего. Итак, друзья, Евгения у нас рассказала базовое упражнение, ознакомительное, которое идёт, собственно, в методичке. Вы спросите, что за методичка, о чём ты говоришь? Методичка будет у нас находиться в описании к видео. Пожалуйста, читайте описание. Всю информацию полезную мы размещаем там. Если я решу, что я не хочу размещать это описание там, я его размещу в нашем телеграм-канале. Обязательно. Информация будет находиться где? Конечно же, в описании об этом. Поэтому скачиваем на русском языке. Первые занятия, из которых следует что? Да что вы, каждый из вас справится с их проведением. Вам не нужно покупать дорогостоящие инструменты, 500 тысяч экземпляров. Вы берёте просто 6 кубиков и здесь и сейчас начинаете заниматься с вашими детьми. Кубики у вас, возможно, уже приобретены, так у вас вообще ноль уважений. Благодаря кому? Каналу есть вопросы. А если не приобретены? А если не приобретены, вы можете их приобрести в лаборатории игровых технологий. Внизу, опять же, будет находиться описание. Либо, либо других вариантов нет. Итак, друзья, переходим к практике. Я хочу достать вот такую black boxing, чёрную коробку. Видите, я занимаюсь кубиками Six Bricks, соответственно, я подтягиваю английский язык. И мы с Евгением сейчас немножко посоревнуемся. Есть такое занятие, чтобы вы понимали, есть достаточно интересное занятие ещё. И тут голову надо поломать. Нам нужно сделать такую равновесную постройку, которая будет свисать у нас с этого уголка. И чем больше кубиков я использую в своей постройке, а Евгения в своей постройке, точнее, то количество кубиков, определит победившего. Главное построить так, чтобы у нас всё не свалилось. Надо меньше кубиков или больше? Больше, больше, конечно. Чем более громоздкая постройка, тем я буду считать, что тот и будет победитель. Поскольку все кубики у нас весят один вес, я думаю, что... Я думаю, что... Евгения, если чего-то у тебя упадёт, я не виноват. Вот видите, она скатывается, да? Потому что это у меня вот такая коробка. Она тут тоже ещё... Она должна уже свисать, да? Вот так, обязательно свисать должна. Соответственно, сколько вверху. Мы будем располагать столько и внизу. Я понимаю по физике, что чем больше торчит, тем больше я должен компенсировать. Я ничего не понимаю по физике. Поэтому ты не инженер. Так, мы строим, строим, строим. Смотрите, 6 кубиков я уже расположил, но я беру ещё 6 кубиков. К чему останавливаться? Сейчас я буду делать вот так. Ба-бах. Это можно всё делать в лёгкую. То есть у нас нет правила, что мы должны это на столе делать. Как удобно тут в руках. Главное создавать какую-то постройку, которая будет крепкая. Ещё и не разваливаться. Так, окей. Дальше. Я это делаю сюда. А может я остаюсь видеть? Нет, с моей нельзя ничего соединять. Я делаю крылья. Ты тут быстро строишь. Так я инженер же. Кто не знал, я же инженер. А я нет. У мамы. Я у мамы инженер. Кто не знал. А можно вот так сделать? Нет. Почему? И смотрите, какая у меня... У меня просто получается фееричная штука. Сам себя не похвалишь, конечно. Да, если я присоединю вот сюда, у меня ничего не изменится. Дальше я могу решить, что давайте будем каким-то образом вот это перекидывать сюда, чтобы у меня внизу было больше, чем вверху. В жизни лучше бы наоборот. Да, в голове должно быть больше, чем внизу. Да, сейчас все развалилось. Ну, физиологически проще. Ооо. 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 И смотрите, я сейчас вот делаю вот так. Сколько у тебя внизу? Поскольку я знаю, у меня... А подойдет тот, у кого больше внизу? Одно упирается в другое. Я вообще читер. Ха, дальше я эту фишку выкупил. Сейчас, даст бог, не упадет. Падает. Я вот тут вот так сделаю, у меня падать перестанет. Ты мою не тряси, пожалуйста. У меня еще кубик отвалится. Инженер, почему у меня отваливаются кубики? Стоп! Не ту профессию выбрала. Ооо. Все. Короче. Смотри, как классно. Сейчас я вот тут цеплю еще. Подождите, пожалуйста. У меня красивее выглядит. Да все, это не важно. Другая задача была поставлена. И вот такие, собственно, друзья, равновесы и такие увлекательные занятия у нас с вами могут получиться. А у меня вниз больше спускается. Я выиграла. Ну, получается так? По тем правилам, которые я сказал. Вот такие увлекательные, интересные занятия вы можете проводить с детьми. Дальше уже рассказывать именно, если хотите поговорить о равновесии, вы разговариваете именно о нем. Если хотите, чтобы дети в соревновательной деятельности, работая парами, развивали коммуникативные навыки, соответственно, больше добавляем каких-то вопросиков, чтобы они отвечали, чтобы они общались друг с другом. Потому что все, что здесь и сейчас они проговорят, вслух выскажу те проблемы, с которыми столкнулись в будущем, в жизни. Когда они и в игровой деятельности, а уже в естественной жизни они с этими столкнутся проблемами, им будет намного проще. Навык отработан. Поэтому, что ты хотела сказать? Вообще важно, чтобы каждый про свою постройку рассказал, так же воодушевленно, как Александр себя похвалил, возможно, поругал. Но главное, чтобы он сделал такую работу над ошибками, возможно, а возможно, наоборот, воодушевился и в следующий раз построил еще лучше. Если детям интересно спросить у кого-то про его постройку или про какие-то фишечки, которые он использовал в этой постройке, это нужно поощрять. Если вдруг возникла какая-то тишина в группе и вы чувствуете, что активность так вот пошла на нет, то эти вопросики и активность у детей вы управляете сами, как воспитатель. То есть вы должны сами задавать вопросы интересные, на которые детям захочется ответить, замечать какие-то интересные моменты, на которые стоит обратить внимание. То есть это все очень важно. Важно не только построить или придумать, важно пообщаться, важно решить какую-то совместную проблему. Если проблемы нет, ее придумать и снова ее решить. То есть важно именно общаться. Если нет, мы можем поставить себе проблему. Даже если я вот так случайно у Евгении могу уронить ее постройку, чтобы мне не прилетело, я должен эту ситуацию как-то вывести на нет. Особенно если Евгений это мальчик 80 килограмм с такими кулаками. Тут хочешь не хочешь, а коммуникативные навыки будешь развивать. Так что здоровье, оно тебе все подскажет. Инстинкт самосохранения. Поэтому, друзья, очень интересная история у нас получилась. И мне нравится, что у нас появилась возможность вам о ней рассказать в будущем. Будем показывать новые упражнения. Не те, что методичкой. Те, которые придумали самостоятельно. Показывать правильное оформление этих упражнений, чтобы, опять же, у вас была возможность войти в эту систему. Ведь, несмотря на то, что лего ушло, методики и кубики остались. А тем более лаборатория игровых технологий и канал «Если вопрос» всегда готовы помогать педагогам развивать наших с вами детей. Помните, чужих детей не бывает. Поэтому, до встречи в новом выпуске. С вами был Александр и наша красавица Евгения. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про комментарии. Мы очень всегда ждем и любим. Ставьте лайки обязательно. Нам это приятно. И обязательно не забывайте про то, что у нас появился телеграм-канал, о котором мы уже несколько раз упоминали. Если вы вдруг, по какой-то случайности, еще не подписались на него, то обязательно подпишитесь. Ну и время в пользу, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!